Манга Редактируй Мангу, говорили. Интересная работа, говорили. А я тут уже три года не вижу оригинальных сюжетов. Ты рассказал оригинальные сюжеты? У нас они есть. А вы ещё кто? Мы, общество художников Японской школы. Ох, яш. Ох, яш. Мы обещали вас родить родители Японской мамки начнала любить. Мы испытали вас в лучших мамках поколениях. Мы знаем, что о том что читали. И мы готовы ему это дать. Давайте. Давайте посмотрим ваше гениальное творчество. Начнем с классики. Вау, герой, работая в интимирме, начнусь с того. Однажды у него закончились разговоры, и надо прочитать книгу по скайпу в речении. С тех пор у него выросла бородан, и он должен пофиксить не любой банк одной заплаткой. Я решила назвать все произведения банки батичи. Бан! А вы знаете, подобные сюжеты где-то видел? Да, вы правы. Могу проверять вам прочитать. Он же есть, но он же довольно странная, странная классика. Они никто не помнит, правда? Может оно и так, но вряд ли это войдет в золотой фонт. По-настоящему хороший сюжет должен иметь в себе драму. Да, разнимайся. Так давай. Трагическая история о пальцах всех по кличке Лаки, которого в конце у себя Лаки Пса. Лаки – клича моего Пса. История двух ребяток, везучих в банку от двух ребяток, учащихся рисовать банку, а вы Манги. А если добавить свежие струи в жанр? А свежие струи я решила добавить вот так. Дринька, ужас, выживание. Но лучшая традиция в стиле Лаки Пса. Пусть наша техника становится воплощением в страну. Ведь динамус пожирает вас в тот момент, когда наиболее неизвестно. И нигде нет спасения, ведь это пожиратель душ. Слишком концептуально. Я не спорю. Напряженные сюжеты выживания нынче в ходу. Но ошибшаяся техника. Серьезно. Тогда зато он не камень был. Обычный японский школьник подсел на контент для взрослых. Но туалеты закрылись. И он вынужден подрабатывать в эту школу. В магазине. Я разговорил так. Трификса. Трификса. Вот это и есть ваш оригинальный сюжет. Обычный школьник, подселивший на эротику. Понятно. Но может что-нибудь нетривиальное есть? Ну ладно. Главный герой. Обычный японский школьник. Тут проживает свой узнавлят души. Каждый день за счет нападения на знаменитян, дядь или гигантских роботов. Может быть, девушки будут бегать с глазами за его внимание. Или огромные волшебные окупации спустятся с неба. И водителя. Но ничего не происходит. Дикая и мирная. Теперь согласно последнему. И запомнить тебе глаза запечатлутся. А ведь по что у вас нравится? По себе глазами. Я даже боюсь спросить, как это называется? Да это же и есть название. Это же гид последнего света. И как-то название синапсис совпадает. Не зря боялся. Или живот. Наша пьетна. Шархната. В результате экологической новостоку. Во всей планете пушунты и губы. И колонка. Возлёт. Грюди. Грюстый живот. Забросил в город. Видя. Подожди, подожди. Осадка. Я назвала. Божьи. Божьи. Ууууу. Вот мне кажется, что вы немного плагиатите. А кто сейчас не плагиатит? Вот кто? Пожалуйста. История о мальчике-сироте. Смотри на экран. На экран. Экран превращается в ную очередь. У нас не будут физические неполадки. Сейчас все будет. История о мальчике-сироте. Пока что ничего не выходит, хорошо. История мальчишки-сиротеса, знаков на теле. Не смешно, там был одновременно Наруто и Гарри Поттер. И, в общем-то, учится в школе, там, злодеями живут по количествам и измеями. Главный герой струя, мальчик, девочка и рыжий. Может ли там что-то еще? Да, да, понятно, понятно. Тут все ясно, но я думал, что вы не такие. Что вы хотите шагнуть за все возможные рамки. Хорошо, рамов вам мало. Я точно вам его призвала, не порежьтесь. Вон там ученая папочка на столе. Итак, это Меха. Главный герой плот. Он спадает мир, приводная жизнь на юриарке. И влюбляется в собственную Меху. Но потом оказывается, что Меха? Меха, мужского пола. Я назвала это конец евангелиона. Вот это вот вопрос. А это еще не нужно. Вот он! Вот он, тот самый идеальный сюжет, о котором мы так долго искали. Это самоучитель офисных программ в кодексах. Я назвал это порт, а онлайн и эксель-зага. А? А это кто? О, нет. Они украли мои сюжеты. О, это ты украл наши сюжеты? О, нет. Это вы украли мои сюжеты. И вы посмели прийти в реакцию с оружием? Жэнни, вы без меня. Брони-жилет со влаги. Милочка, уборщика в мой кабинет. Да, опять. Конец, спасибо.